У вас, наверное, такое было. Просыпаетесь ночью, а вокруг тишина. Та самая, когда не слышно ни звука. Не слышно вечно ругающихся по ночам соседей. За окном не капает умиротворённо дождь. Не слышно гудящего холодильника. Ничего. Вообще ничего. И непонятно, отчего проснулись. Сна плохого не снилось. Никто не мешал. Неуютно. Поворачивайтесь на бок. Посильнее закутывайтесь в одеяло. И засыпаете. Так произошло и в эту ночь. Когда я неожиданно проснулся. Часы на радио мерно показывали три ночи. Я повернулся на другой бок. И понял, что сон не идёт. И тут я услышал её. Давящую. Глухую. Вонзающуюся в мозг тишину. Не слышно звуков. Я напрягаю слух. Но ничего. Я чувствую себя неуютно. Когда ночью дома один. В эти выходные родители уехали на дачу. И должны были приехать лишь утром. Я встал с кровати. И подошёл к окну. Шторы всегда задёрнуты на ночь. Несколько секунд колебаний. И я медленно их оттягиваю. За окном темнота. На небе не видно луны. Да и небо не видно. Я просто смотрю туда. Где оно обычно. Но там лишь тьма. Я задёргиваю шторы и иду на кухню. Выпиваю стакан холодной воды. И направляюсь к компьютеру. Свет я не включаю. По ночам он даёт такое же чувство защищённости, как костёр. В круге света ты думаешь. Что ты в безопасности. А через три метра лишь тьма. В которой ничего не видно. Но ты реагируешь на любой шорох. И дорезив глазах всматриваешься в неё. Компьютер загрузился. И я запускаю браузер. Яндекс не работает. Пару ярлыков. Закладок. Ничего не загружается. Неужели отключился интернет? Подумал я. Внезапно одна из закладок открылась. Какой-то форум. Я не помню. Чтобы я был на нём зарегистрирован. Форум видимо новый. Всего один раздел. Общий. Да и там ни одного сообщения. Случайно мой взгляд упал на строку статус. Два пользователя в сети. Я. Под своим обычным ником. И один гость. Сразу же загорается зелёный конверт в углу. Вам новое сообщение. Поясняет мне, когда курсор мыши наводится на него. Сообщение всего несколько странных рифмованных строк. Стук в окошко раздаётся. Призрак ночи к нам скребётся. Тук-тук-тук. Тихонько слышим. И уже почти не дышим. Только думаем о том, что за гость придёт потом. Я нахмурился и обновил страницу. В статусе значился в пользователях лишь я один. Рефреш страницы. Данная страница не найдена. Другие сейты не хотели грузиться так же. И после нескольких попыток этот так же отказался. Я выключил компьютер. И сразу же услышал лёгкий стук в окно. Тук-тук-тук. Тихонько слышим. Само собой пронеслось в голове. Я буквально запрыгнул в кровать. И закутался в одеяло. Это всего лишь дождь. Успокаивал я себя. Тук-тук-тук. Размерно стучало в окно. Внезапно я поймал себя. Что не дышу. Делаю медленный вдох. Три удара. И тишина. Опять три удара. Лёгких будто капли дождя. Только дождь, к сожалению, так не стучит. В коридоре раздался скрежет. Призрак ночи к нам скребётся. Опять не кстати проскочило. Собрав остатки воли, я выглянул в коридор квартиры. И прислушался. Скрежет раздался слева. Шея заболела от резкого поворота. Но сразу такой же раздался справа. Я закрыл дверь и залез обратно в кровать. Тук-тук-тук продолжало настойчиво стучать в окно. Я закутался в одеяло. И минут десять пролежал не шевелясь. Кажется, я всё же уснул. Так как открыв глаза, на часах я увидел уже пять ночи. Через пару минут я понял, почему проснулся. Было холодно. Окно было открыто. Окно, которое я не открывал. Полчаса я лежал очень тихо. И смотрел, не отрываясь, на ту часть шторы, за которой находилось открытое окно. Раздался скрежет в коридоре. И опять давящая тишина. Вы когда-нибудь лежали час без движения? Ощущая минуту за минутой. Секунду за секундой. Время, которое медленно текло. Мне повезло. Через час я уснул. И проснулся лишь от звонка в дверь. Приехали родители. Я вскочил со скоростью света, чтобы скинуть цепочку замка. И впустить их. Ведь с ними не будет тишины. Я выпил с ними кофе. Послушал их рассказ о дачных делах. И включил компьютер. На рабочем столе оказался новый текстовый документ, созданный в пять утра. В нем была лишь одна строчка. Тук-тук-тук. Сегодня тоже. В гости он придет к нам все же. Продолжение следует...